МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На шляху в материале корреспондентов телеканала «Мазир». Это кадры из видеоролика компании «Маму трусу» светного лидера в галине, в дыме и транспортировке с выстяжки грузов. На Мазирске НПЗ везут реакторы. На виды все пригожа, зладжено. В принципе, габаритные грузы на завод доставляли уже не одно еще. И когда первые такие рейсы выкликали певной складанности технического характера, то селетняя доставка двух реакторов завода «Волгоград» на автомаш не должна была принести великих клопотов. Способ доставки проверен водным. Компетентность перевозчика с умнением так само не выкликала. А лезосушливое лето унесло свои коррективы. Волга, Далее, Черное море, перегрузка в Миколаеве, буксир по Днепры. Усе и шло гладко. А вот на Припяти шакал неприемный сюрприз. Вы понимаете, все на нервах. Все было на нервах, все очень непросто. Была ситуация, что момент был, когда украинский экипаж отказывался даже идти по Припяти, потому что, говорит, ну мы не пройдем. Мы не пройдем. Пришлось убеждать и говорить, мы сделаем все возможное, мы проведем вас здесь усилиями белорусской стороны, усилиями, значит, белорусских партнеров. И нам они очень сильно помогли, очень изъем снарядом. Два буксира дополнительных, там Путейский, Енисей, значит, катерами проводили, делали замеры, делали съемку глубин. И вот таким вот сложным очень маневром мы все-таки дошли сюда. Калера ней на транспортировку и шло в середнем 40 зен, то в этот раз потребилась а больше за три месяца. Припять, можно сказать, брали штурмом. Вот здесь произошло неожиданное явление. Резкое падение уровня реки Припять до 10 сантиметров в день. И здесь на участке 108 километров от границы Украины до причала на реке Припять Мозырского НПЗ мы шли три месяца. Габаритный груз проверенными мозырскими дорогами доставили на будовничью пляцовку. Уже в листопаде реакторы будут установлены. Каждый день на строительной площадке прибывается новое и новое технологическое оборудование, требующего монтажа. Объект очень сложный, уникальный и требует очень высокой квалификации трудовых ресурсов, особенно монтажных. До установки реактора все готово. Сдача объекта запланована на снежень с 2017 года. С вводом эксплуатации комплексов гидрокрекингу тяжких нафтовых рештков повеличится глубина перепроцовки нафты. Варто отзначить, что зараз это самый дорогий инвестиционный проект в истории завода. Светлана Грудько, Игорь Горобец, телеканал «Мазыр» специально для телерадиокомпании «Гомель». У «Гомель» сопрацовники Державной аутоинспекции суместно с управлением Министерства по надзвышанных ситуациях провели профилактичную акцию. Я им это притягнуть увагу водителям до правилы парковки, от выконания яких часам залежить вырятование життяу. За ходом акции назирали наши корреспонденты. Помеж двума легковушками, которые припаркованы в одном из дворов, водитель джипа ехать не разыкнул. Про транспорт великих габаритах указать из усим не приходится. Проблема парковок у дворах обвостраивается с кожным годом. Пропорции на рост уластного автопарка «Гомельшан» в складании за все специальному транспорту оперативных службов. В последнее время мы все чаще встречаемся с этими фактами, особенно когда спецтранспорт не может прибыть к местам, которые по вызову, начиная от скорой помощи, машин МЧС, коммунальной службы, коммунальный транспорт. И также к местам проведения работ, каких-то порывов, теплотрассы и так далее. Каб яшера знагадать автомобилистам простые истины, супрационники управления УДАИ и МНС «Гомеля» провели профилактичную акцию. Для этого был заметованный выклик на ликвидацию умовного пожара каля центрального рынка. Однако подъехать непосредственно до места здарения не удалось. Отлеглость помежа автомобилями, які припаркованы на проездной шастце, оказалась занадто узкой. Вратовальники кажут, что проблемы, яких я ныне ведали еще 10 годов тому, сегодня узникают постоянно. Месяц назад на улице Петросябровки горела квартира. Из-за того, что было это где-то в вечернее время, граждане уже поставили свои автомобили на стоянке, на проезжей части. В результате подразделения МЧС не доехали до горящей квартиры где-то метров 100-150. Соответственно, все это оборудование довольно-таки тяжелое им пришлось нести на себе. Ну и как результат ущерб больше, время реагирования увеличивается. Удивляет тот факт, что вот особенно это в Советском районе, там очень много платных стоянок, просто парковок, они стоят полупустыми. Нашим гражданам не хочется пройти лишние 100 метров за своим автомобилем, они ставят их непосредственно возле подъезда. Руслан Пролясковский, Дмитрий Котов, Игорь Марышенко. Телерадиокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. Сосветный ведомый скрипаж Артем Шишкоу дал первый сольный концерт у «Гомели». Гучание скрипки белорусского виртуоза пошули у колонной зале Палаца Румянцевых и Паскевичау. По словах организатора, у такого ажиэтажа у кассах не было давно. Ожидающих трапез на концерт оказалось больше, чем билетов. Ця рода слухача, были и наши корреспонденты. Гульнёй гэтага музыканта захапляюцца по всім свете. Яго имя описана в «Золотую книгу» фонду «Новые имены планеты» и стоит у программах найбуйнейших международных фестивалев. Артем Шишкоу, вядомый, як «Перший белорус», який сыграл на скрипце «Страдзивары» и музыкант, с якому поддаются найскладнейшие творы. Переканаться у гэты могли и гомельские слухачи. Ни себе не мыслю в жизни без музыки и скрипки, в частности. Но это не был мой выбор, в общем-то, потому что в пять лет говорить о каком-то осознанном выборе не приходится. Родители отвели в музыкальную школу, и, более того, они хотели, чтобы я играл на фортепиано, а не было мест в музыкальной школе, то есть все места были заняты, и поэтому дали мне на скрипку. Тогда Эдор Тикторич Кучинский, он был заведующим кафедрой второй музыкальной школы в Минске, он посмотрел, что руки подходят, значит, все, соображаю, вроде быстро, и взял к себе на скрипку. Сегодня для этого музыканта сдается не ма межа, не у техницы игры, не у географии гастролев. Десятки концертов в год, признание на некольких континентах, и, как не дивно, отсутность уластного музычного инструмента. Скрипку своей мары, каже, покуль не сустревна. На бытце такого инструмента потребна великая сумма, якую не соврать без допомоги меценатов. Это итальянский неизвестный мастер, я взял этот инструмент в аренду. В общем-то, очень неплохой, но, конечно, хочется чего-то с большими возможностями инструмента, потому что это то же самое, как автомобиль. Если соревнуются в гонке Ладо и Феррари, то, естественно, шансов никаких улады не будет. Золены его концертах завсюду переполнены, однако на финансовый стан часом гэта не уплывая. Ён отмавляет сабил на бытце скрипки, и при этом часто выступает бесплатно. Так, после гомеля Артём отправится в Минск, где даст добрачный концерт. Собранные сродки передадут на лечение хлопчика с онкологичным захворванем. И спадеемся, гэта будет один из таких выпадков, когда музыка саправды уратует життё. Ганна Ковалёва, Игорь Марышенко, телерадиокампания «Гомель». И опошнее поведомление. Белорусские радио-телевизийные передающие центры у Сираду 20 пешек астрышника проведе профилактичные работы. В связи с гэтым с 9 до 15 годин не будут транслироваться программы шасти телеканалов медиахолдинга Белтелерадокампании, а так само радио-каналов. Павод для информации пресс-службы БТРК плановые профилактичные работы проводятся двойше угод и накерованные на поляпшение якости трансляции и свайшасовое выявление махшимых недохопов. И на гэтым пакулю сё, за развитём паде и сошите по наших выпусках. А я с вами развитвуюся. До повашения.